Девушки отдыхают Всем привет, меня зовут Ильина Савелий, и это самое вкусное шоу страны «Магия кухни». Сегодня у нас в гостях очаровательная певица Асем. Всем здравствуйте. Здравствуйте, Савелий. Очень приятно видеть вас в нашей студии. Пожалуйста, представьте, кто сегодня пришел поддержать вас. Я смотрю, такая очень сильная команда. Это группа поддержки, можно сказать. Это моя подруга Бахэтгуль, продюсер, мама, просто замечательный человек. Привет. Подруга Зауре, тоже мама троих детей, пианист, тоже очень прекрасный человек. Мольдер, подруга, учится в Америке, скрипачка. Вот тоже группа поддержки моя. Ну у вас прям творческий состав такой. Мы можем здесь, я не знаю, такую группу организовать? Да, можем организовать концерт. Очень здорово. Асем, у нас сегодня очень интересное меню. Ну, я сегодня вот продуктов принес как раз-таки с рынка. Такие замечательные помидоры, так как лето. Все-таки все сейчас сочное, самое вкусное. И как не вам, мамам, знать об этом, потому что сейчас самые сочные продукты, их нужно использовать для своих детей. Это очень важно. И вид очень сочный. Да. Розовые помидоры. И розовые ташкетские вкусные помидоры. Шикарно. Розовые помидоры, это самое лучшее. Такие зеленый базилик красивый, который очень идеально сочетается с помидорами. Здорово. И, конечно же, чеснок. Сегодня мы будем готовить пасту с томатами. Сыр моцарелла. Да, очень вкусную пасту. А есть какие-то предпочтения у вас? Может быть, вы какие-то овощи любите? Вообще, вы знаете, Савелий, я люблю все овощи. Я, наверное, родилась летом, и поэтому я люблю все овощи. И блюда с овощами я просто готовлю каждый день, можно сказать. И зимой, и летом у меня вот всегда овощи на столе. А скажите, как вы относитесь к баклажанам? Обожаю баклажаны. Обожаю икру из баклажанов, баклажаны в кляре, то есть разные вариации. Я просто знаю, что вы, Савелийская, рок-группы. Да. А рок – это всегда протест, это всегда такой, скажем, протест к чему-то. И сегодня… Именно к баклажанам у меня протеста нет, потому что это овощи, это здоровье. Давайте сегодня мы провели такой протест, мы будем сегодня готовить баклажаны. Давайте. Сейчас все переправим, а то у нас здесь написано паста с томатами. Все, мы это уберем. Давай. Поменяем вот так вот, просто у нас. В первый раз, наверное, в этой студии, но вот сделаем пасту с баклажанами. Я думаю, это будет очень оригинально, вкусно и малетнему, да? Отлично. Баклажан у вас такой сочный, красивый. Продукты нам ясны, но у нас еще есть замечательный партнер, Евразиан Фудс Корпорейшн, со своими брендами «Три желания», шедевр «Золотые горы», который сегодня нам поможет все это воплотить в жизнь, сделать все красиво, сочно и очень вкусно. Как вы видите, у нас здесь уже закипела вода, но нам нужно сначала подготовить соус. Хорошо. Я сегодня ваш помощник, правильно, Савидия? Отлично, да. Сегодня вы будете резать баклажан как раз таки. Так, как ведь нужно нарезать? Нужно будет нарезать кубиком в сантиметр. То есть довольно-таки крупно, в сантиметр полностью весь баклажан. То есть вначале вот так вот, потом в кубиками, да? Правильно, девочки? Я думаю, что мы сначала порежем вот таким вот образом, и так будет быстрее, мы быстрее нарежем кубик. А я пока займусь помидорами. Вот хотелось бы спросить у вашей группы поддержки. Да, они все готовящие мамы, жены, поэтому девочки все хорошо готовят. Да, ну я хотел бы все-таки спросить про вас. А, про меня? Расскажите про Асиму, расскажите про нее, ну вот, где вы познакомились с ней. Говорите всю правду. Сегодня можно на канале Хабар вместе с Савидией. Куда ходили все, все подноготные. Все подноготные. Да, мы хотим услышать все-таки правду, да, все-таки. Вот так вот нормально, Савидия? Я вот так буду отвлекаться, чтобы девочки там всю правду про меня не говорили. Отлично, отлично. Можете даже чуть-чуть покрупнее. Чуть покрупнее, да? Хорошо. Расскажите. Я даже не могу вспомнить, когда мы познакомились. Мне кажется, мы так давно знаем друг друга. По-моему, это было в Москве все-таки. Первая встреча, по-моему, была в Москве. Да. В гостинице Мосфильм. Да. Я была в командировке, а тема приехала давать концерт. Да, это правда. И мы сидели у нас на балконе в номере. И это, ну, допоздна сидели и сразу разговорились так, как будто, ну, всю жизнь знали друг друга. А потом... И сразу поняли, что... Да. А на следующий день у Асем был концерт на Арбате. Вот это я помню, что на Арбате. Да. В кафе, по-моему, или в ресторане, или это был клуб. В андеграундном кафе таком, да? В андеграунд, да, был. Вот. И мы ходили группой поддержки и танцевали, прыгали, кричали. То есть уже после знакомства вы уже стали, можно сказать, ну, фанатом, фанатом своей будущей подружки. Нет, я всегда была фанатом. Я была группой поддержки тогда уже. С первой встречи, можно сказать. Как сбоку открывал, да, Дрич? Она нам это все расшифровывала. Добавляем немного растительного масла для того, чтобы обжарить наши баклажаны. Угу. На диске есть фильм. Растительное масло – шедевр, конечно же. Сегодня на нас партнеры поддерживают. Так. В Зауре мы познакомились во дворе благодаря нашим детям. У Зауре замечательный сын Алдияр. У Бахаткуль, кстати, сын тоже Алдияр. Ну, это был хороший случай, в смысле? Это был замечательный случай, да. Расскажите, Зори. Индийская любовь. Индийская любовь. Ежедневная. Да. Ежевечерняя, да. Ежевечерняя. Они никак не могут расстаться. Мы все время гуляем. Входим в парки в разные. Зауре очень хорошо готовит, потому что у нее две дочери занимаются плаванием. Поэтому, как мама, Зауре круглый год готовит детям здоровую пищу. Поэтому все, что связано с готовкой, с едой с овощами, это все полезное к Зауре. А что, по большей части, любят ваши дети? Вот вы сейчас заговорили. То есть, дома балуете едой полезной больше или не полезной? Потому что, вот один есть такой момент. Не всегда полезная кухня или полезные блюда сходятся с вкусными. И наоборот. Ну да, сейчас такое время, да, 21 век, и время фастфуда, да, потому что все дети любят фастфуд. Вот моя дочь, как родилась, я не знаю, это у них в генах передалось, откуда? Она уже, родившись после года, первый раз попробовала картошку фри, и теперь, куда мы не придем, она устраивает истерику, говорит, мама, хочу картошку фри. То есть, ну, я не знаю, откуда это у детей. Конечно, желание каждой мамы, чтобы ее дети ели пищу здоровую, овощи и фрукты. И мы, естественно, каждый день готовим овощи, чтобы они ели. Но, к сожалению, время диктует свои правила, да, и все едят фастфуд, и не согруй, а тоже нет, нет, иногда ем. Ну, а приходится, вот иногда торопишься, забежал там, не знаю, ты вот что-то там схватишь на ходу и бежишь, вместе с кофем там ешь, когда там гастроли, концерты или еще что-то. То есть, у вас график, он такой очень... Ну, сейчас он, слава богу, у меня такой размеренный, потому что сейчас я только-только выхожу из декрета, но до этого, вот, Бахатгуль не даст соврать, он был у меня такой. Я признаюсь, даже не могу сказать, что так хорошо готовила, но выйдя замуж, как появился у меня ребенок, естественно, спасибо интернету, спасибо таким шеф-поварам, как вы. Я смотрю телевидение там и интернет, и вот учусь готовить. По рецептам, готовите по рецепту. Конечно, да. Очень здорово. Это здорово, что есть рецепты, что вот такие есть передачи. В этом замечательном блюде наша паста Нома, Алла Нома называется, она с баклажанами. В Италии. Итальянская, да? Да. Вам помогут вот такие замечательные макароны, магия кухни, как раз-таки из цельных злаков, очень полезные. Вот тема полезности, вот как раз-таки эти макароны, они очень полезны тем, что готовятся все-таки из цельных злаков. А, еще не полнеешь, когда макароны из цельных злаков, одних не полнеешь. Вот. Это тоже очень важно. Это очень важный момент, девочки, для нашей фигуры. Сейчас для женщин это очень важно. Баклажаны вбирают в себя много масла, и поэтому нужно периодически добавлять, смотреть на то, насколько они просят это масло, и добавлять. А их нужно жарить до курочки, да? Чтобы появился такой цвет красивый. Все-таки все жареное, оно более вкусное. Как вы видите, мы добавили соли вначале, чтобы лишний сок вышел, он сразу ушел туда. Да, и сейчас у нас здесь немного подсоленные баклажаны, но мы еще будем досаливать, когда будем готовить уже готовый соус. Для этого блюда не нужно баклажаны специально замачивать, да, Савелья? Специально замачивать не нужно сейчас, тем более они самые сочные, самые вкусные, и, в принципе, вот эта горечь, ну, ее практически нет. Так, чем мне дальше вам помочь? Дальше? Дальше вы можете... Можно нарезать что-то. Вы можете на терке натереть сыр. Давайте. Вот, пожалуйста. С Молли мы знакомы, у нас мужья очень дружат, они вместе учились в лицее. Вот и Молли замечательный человек. У нее пока нет детей, но так как она учится сейчас в Америке, как я сказала, она вот как закончит, даст Бог, у них они будут. Но Молли очень вкусно готовит, очень вкусно, и из овощей. Я сама это пробовала, как-то Молли делала запеченные баклажаны с каким-то вот интересным... Краски баклажаны, да? Да, вот баклажаны с какой-то интересной начинкой. Поэтому Молли тоже очень хорошо готовит. Это, может, зеленская пармиджана? По-моему, я готовила просто тещин язык. Или тещин язык, но она что-то вкусное готовила, вот. Поэтому мне на вот этом вот, да? Какое название? Тещин язык. Тещин язык. Вот это. Очень интересное название. А вот сами вы готовите дома? Да. У вас же тоже есть дочка? Конечно, и муж у меня есть, у мамы и дочка есть, и есть родственники. Мы же казахи, и много гостей к нам приходят. И мы ездим в гости, поэтому, естественно, я готовлю. И, как я сказала, люблю очень запеченные овощи, просто обожаю. Вот баклажаны, цукини, кабачки, вот это все я запекаю. То есть сейчас сезон прям ваш? Конечно. Да и зимой я стараюсь. Лучше не поесть мясо, но поесть побольше овощей. Так как это полезнее для здоровья, и вообще это и молодость, и здоровье, и вообще все-все-все. И кладезь полезных витаминов. Я полностью согласен. Но вы знаете, вы выглядите очень тончонно так, и занимаетесь рок-музыкой. И для меня, честно, я был в шоке, когда я узнал. И когда увидел, то есть сравнил услышанное с увиденным. Расскажите, как пришли к этому? Про музыки, на кухне стоя готовят. На самом деле, это произошло намного раньше, когда я училась еще в городе Москва, в Фавгике. Вот, но полюбила я музыку, естественно, намного раньше, еще когда училась в школе. Это благодаря брату моему я познакомилась с творчеством Виктора Цоя. Во втором или в третьем классе я услышала его песни «Перемена». Ну, все его известные группы «Крови», «Кукушка». И влюбилась в это направление, но я никогда не думала, что я буду петь в этом направлении. Так, мне нужно нарядить. Нужно будет порвать вот так вот красиво. Наталья ручками, да? На два, да? Да, на две части и расскажать. И после этого, окончив ГИК, но уже участвовав ГИК, я начала снимать клипы на своей песне. Вернулась в Казахстан после окончания ГИКа. И потихоньку начала петь в этом направлении, но никогда себя не считала. Там рок-певица и громко об этом не кричала. Просто журналисты. Но это очень широко так... Красиво меня обозвали, если можно так назвать. По-моему, вы попали в Книгу рекордов, да? Да, в 2011 году для меня тоже было откровением. Честно говоря, я пришла на передачу, на наш один очень известный телеканал, где вот мне сообщили, что я вошла в Книгу рекордов Кинеса Казахстана. Вот, как первая рок-певица. Но сейчас пока деятельность моя, к сожалению... Приостановлена? Да, приостановлена, но приостановлена как? На время. То есть сейчас я уже готовлюсь к выходу после декретного отпуска. Ну, просто для каждой мамы, наверное, для каждой женщины становление мамой, это, я думаю, что меняет ее жизнь. Девочки не дадут мне соврать, потому что с появлением ребенка жизнь мамы и женщины любой меняется абсолютно на 360 градусов. Потому что ты уже не принадлежишь себе, ты принадлежишь семье, ребенку. И... Пистецала отдаешься все-таки. Ну, по крайней мере, у каждого свои приоритеты. Так как я вышла поздно замуж и поздно родила, поэтому я к этому отнеслась более, скажем так, ну, не как девушка, допустим, девушка 18 лет по-другому отнесется, нежели девушка... То есть уже сознательная. Это будет, да, сознательная и уже, да. Вот, скажем так. Надеюсь, меня никто превратно не поймет и не обидится. Те, кто 18 лет вышли замуж, каждого свой пути. Добавляем теперь в соус, в самом конце, чтобы проявился наш сливочный вкус, добавляем сливочное масло. Как раз-таки вот масло элитное, золотые горы. Очень идеально прям подойдет для этого блюда. Это сливочное масло, да? Да, мы добавляем сливочное масло в самом конце. Такое я еще не пробовала делать. Надо попробовать. Вот именно в самом конце, именно холодное масло, оно придаст вкус сливочный и симульгирует наш соус, то есть он станет таким более густым благодаря этой сливочной маске. На самом деле нетрудно, несложно готовить это блюдо. Оно абсолютно простое. И на вид такое прям вкусное. Вкусное, яркое. Еще в конце мы добавим моцареллу, и она будет тянуться, и это будет очень вкусно. Вообще обедение просто. Опять он за свое. Вот соберу урожай, будет зима сытая. Что, упахался? Мечтатель. Заживем мы с тобой, Маня. Вот лучше поешь по-настоящему и заработай. Натуральное сливочное масло из сливочек ядреных приготовленное. Такое ароматное и вкусное. Масло «Золотые горы». Настоящее, как обещали. Да, наша паста практически готова. Сейчас мы ее добавим шоу. Выглядит очень аппетитно, девочки. Надеемся, что вам понравится. Наши эксперты, да, сегодня? Да. Но вы не забывайте, я просто помощник повара. Шеф-повар у нас с Авелий. Строго меня не судите. Я только тут... Я только нарезаю. Да, но в следующий раз я приготовлю. Вы можете прийти ко мне попробовать. Обязательно. Добавляем сыр пармезан, также для вкуса. И наша паста уже практически готова. Одна минута буквально. Очень красивые макароны тоже. Такие прям... Нарезные такие. Нарезные такие. И на самом деле, на самом деле, именно цельнозлаковые, цельнозлаковая паста, цельнозлаковые макароны, они вбирают в себя весь вкус. То есть вбирают, они вбирают в себя весь соус. Но нужно правильный момент их достать. Вот говорят итальянцы, есть такое слово... Не передержать. Аль денте, да. Аль денте, это значит 75% проварки. И вот сейчас у нас практически уже все понимают, что это такое. Но это, знаете, это действительно норма варки макарон. Если их переварить, они возьмут в себя воду. Если не доварить и закинуть в соус, то они возьмут в себя соус. И макароны будут, по сути дела, именно насыщены этим соусом. Это по времени минут 10-15. 10-15 минут, да. Чтобы они не разварились и не переварились. Да. Очень аппетитно и красиво. Но если вы забыли какой-то рецепт, не нужно в записи держать нашу передачу, есть такой сайт, замечательный вкусно-атаки.изет, на котором вы можете найти все эти рецепты и обратно вернуться. То есть к этому рецепту записать его, может быть, а может быть, просто просмотреть. О, я захожу на этот сайт постоянно. Скажем так нам, напомни себе. Эти сайты просто находка. Вот, вот. Наша паста готова. Осталось только засервировать ее и подать на стол. Да. То есть следующее блюдо будем готовить. Паста «Алла норма» с баклажанами. Баклажаны и помидоры нарезать кубиками. Баклажаны посолить и начать обжаривать на растительном масле с веточкой тимьяна до золотистого цвета. Отварить пасту в подсоленной воде. Затем добавить помидоры с соусом пилати, сливочное масло, базилик, тертый пармезан и готовую пасту. Все хорошо перемешать. Перед подачей добавить к пасте моцареллу. Приятного аппетита! Итак, наша паста готова. Осталось только приготовить замечательный салат, такой с розбифом. У нас здесь как раз-таки вырезка. Есть овощи, опять же, сочные овощи, сочная зелень, бальзамический уксус и моцарелла. То есть идеальное сочетание для того, чтобы приготовить замечательный салат. Отлично, потому что мясо с овощами более полезно, правда ведь? Более полезно, конечно, чем чистое мясо, да. Или мясо с тестом. Ну, так как у нас национальное блюдо бешкармак, да, едим его, но вообще говорят, что мясо и тесто нужно есть. Я закрываю глаза, когда я начинаю есть наше национальное блюдо, я закрываю глаза и такой, блин, это так вкусно. Но это не полезно, но так вкусно, потому что это реально очень вкусно. Ну, конина сама по себе очень полезна. И как наши предки ели ее, мы, естественно, так, как они ели, мы не можем отказаться. Это у нас на генном уровне. В крови, конечно же. В крови. И все, кто живет в Казахстане, не только казахи, все любят, вот с кого я не встречала, все любят бешкармак. А я читала какого-то автора, который писал, что надо есть то, чем питались свои предки, и это для тебя будет полезно. И тюбетские ламы, так говорят. Да, у нас есть этот ген, который помогает перерабатывать это мясо. Мы без него не можем. Почему у нас не любят рыбу? Какая тут особенность? В том, что у нас рыбы нет. Просто ее нет. Мы не любим, к сожалению, где есть море, и где есть морепродукты. А то мы тоже рыбу ели, правда ведь? Вам нужно будет порезать помидоры пополам. Пополам. Пополам, да. Это красивые разноцветные помидоры-чели. Я хотел спросить, вот этот салат нужно готовить только с говядиной, или можно и с бараниной, и с кониной? Ну, я думаю, что можно еще с курицей его приготовить. Хорошо. Это на заметку нам. То есть из мяса лучше, конечно, что туда подойдет говядина, но можно приготовить и с курицей тоже. Курица тоже любит сладкий соус. А у вас курица сейчас, да? В данном случае у нас вырезка говядина. Обезжиренная, да? Ну да, мы убрали жилки. Эта часть называется филе миньон, либо называют еще просто вырезка. Она очень мягкая, очень быстро готовится, очень просто используется. Классно. Вот такие салаты я как раз-таки не умею еще готовить. Они полезны, и мясо. Все-таки без мяса совсем тоже нельзя, девочки. Берем мясо. Очень важно не резать его изначально. Если вы его порежете сразу, то у вас в конечном итоге получится то, что мясо сухое. Мы будем жарить его целым куском. Ого, вот так аж. Да. Как вы видите, я... А он прожарится? Чеснок абсолютно прожарится. Как вы видите, чеснок я не очистил, я его просто раздавил. Это придаст больше вкуса. Да. Начинаем жарить наше мясо. Помидоры черри у нас уже готовы. Я сюда добавлю. Классический уксус у нас уже здесь. Сегодня я научу вас, как готовить самое вкусное и самое сочное мясо. Где бы вы ни делали, что бы вы ни делали. Пусть это будет даже не салат, а пусть это будет даже стейк. Обычный стейк домашний. То есть вот таким вот образом приготовить его можно всегда идеально. Главное сначала хорошенько обжарить. То есть мы возьмем... Я думаю, что вилочку. И будем ей, если что, управлять. Мне интересно, как такой кусок мяса может прожариться в грибе. В грибе это понятно. А как так? Это интересно. У нас есть вырезка. Она готовится очень быстро. Я бы хотел, чтобы все-таки приготовили это мясо вы. А я? Подходите сюда, конечно. Я боюсь. Я не трудно, я боюсь. Можно сейчас уже переворачивать его. То есть держите за ручку и переворачивайте. О, она уже пожарилась. С одной стороны она уже пожарилась. Это нужно делать огонь, да, стильный? Правильно? Или нет? Изначально нужно хорошенько разогреть сковородку. Это очень важно. А масла так много не нужно, да? Оно не должно тонуть. Оно не должно тонуть. Это все-таки не фритюр, это не фриль, это мясо. Закидываем сюда чеснок вместе с шкурой. Закидываем наш тимьян. Страшно. Закидываем тимьян. Сейчас чувствуете аромат? Да. Сразу открылся аромат. До нас не доходит. Вы чувствуете ли? Нет. Я сейчас к вам. Летий, летий аромат. Вкусно очень. И аппетитно. В принципе, наш салат практически весь готов. Мы нарезали томаты. Вот она наша зелень. Чем свежей зелень, тем она красивее, тем получается салат вкуснее и лучше. И то есть, можно использовать абсолютно разную зелень. Наш кусок заметно уменьшился. Да, да, уменьшился. Тут такая вот специфика жарки мяса, оно уменьшается в размерах. И не только от того, что его начинают нарезать, но и от того, что оно все-таки готовится и ужаривается. Итак, добавляем сливочное масло. Прямо нам понадобится хороший кусочек сливочного масла. А чесночок не нужно помешать? Нет, нормальный. Нет, чесночок можно просто перевернуть. Но он для нас не так важен, на самом деле. Мы его сейчас уже будем скоро вытаскивать. Для аромата. Выкладываем сверху. Нам нужен был аромат. Чеснок наверх. И теперь вот такой вот момент. Мы берем сливочное масло и начинаем поливать наш стейк сливочным маслом. Делая его очень вкусным, делая его сливочным. И тем самым он прожаривается, но не ужаривается. В поисках лучших ингредиентов они могут объехать весь мир. Выбирая только самые свежие, вкусные и полезные продукты. Ведь готовят они для своих родных. А родных у них миллионы. Майонезы, соусы и кетчупы три желания. Готовим для родных. Так, мясо у нас практически уже готово. Видите, красивый колер у мяса. Я обязательно приготовлю этот рецепт, потому что и супруг, и я, мы очень любим стейки. Но думаю, стейки все любят. Убираем пока в сторону. Сливаем лишнее масло. А, все, нам не нужен ни чеснок, ни тимьян. Нет, нет, все, это больше не понадобится. Сейчас на данном этапе стейк отдыхает, то есть мясо отдыхает. Если мясу... Кстати, делают очень много поваров, такую ошибку, они не оставляют мясо отдыхать. То есть они его обжарят и сразу отдают. И тогда у гостя появляется такой шоковый эффект, типа мясо прожарено, но откуда столько крови в самой тарелке? Мясо должно отдохнуть, да? Мясо должно отдохнуть, и как вы увидите, сейчас с него будет выделяться такая розовая жидкость. Это уже не кровь, это уже тельца, которые прожарились. То есть мясо, по сути дела... Живое существо, ему еще отдохнуть надо дать. Мясо, по сути дела, уже готово. Удивительно. А мы будем готовить здесь наш соус. Берем бальзамический, немного надо будет отойти. Берем бальзамический уксус. Добавляем бальзамический уксус. Бальзамический уксус выпаривается. Так как у нас в этой сковородке готовилось мясо, мы сейчас очень интересно акцентируем на этом внимание. Теперь союз. Добавляем... Нет, выпаренный бальзамик теперь. А, выпаренный. То есть здесь... Вы можете проходить сюда. Сейчас вы будете замешивать салат. Соус уже практически готов. Моцарелку, может, нет? Да-да-да, вот как раз так же, как на нашу пасту. Вот сюда все добавляют, да, в помидоры. Мясо у нас внутри еще красное, оно полусырое такое, скажем, медиум. А, да. И мы его добавим сейчас в соус, и оно как раз-таки дойдет и впитает в себя вкус этого соуса. Замечательно. Добавляем мясо в соус. Ой, аппетитно очень. Прямо уже... И добавляем сюда, опять же, сливочного масла для того, чтобы придать сливочный вкус. А солить будем в конце, да, и остальные специи, все? Нет, мы сейчас вот протомиться с одной стороны, мы немного подсолим. Совсем чуть-чуть, потому что бальзамик сам по себе, он солоноватый. В нем есть и сладость, и соль. Мясо осталось только дойти. Мы добавляем вот такие вот карамелизованные, такое мясо красивое. Красивое очень получилось мясо, девочки. Оно очень сочное, блестящее. Объедение. Овощи, это, конечно, хорошо, но тут, увидев мясо, А всем оживилось, привидимец. Я все-таки казашка. И во мне гены, и мясо нужно есть. Просто в правильных количествах, да? То есть вы видите, что у нас здесь получился такой замечательный соус. Это и есть заправка для нашего салата. Очень красиво. А, это еще и заправка для салата. То, в чем готовилось. Мы зелень заправим немного растительным маслом. Совсем чуть-чуть. Нашим шедевром. Сейчас у нас тоже шедевр получится. Шедевр получится. Действительно. Перемешиваем хорошенько. И теперь будем сервировать все это на тарелку. И все уже, все, в принципе, готово. То есть мы перемешиваем сейчас моцареллу с помидорами, чтобы помидоры взяли в себя этот замечательный вкус бальзамического уксуса. Смешиваем зеленью половину. Остальное пойдет как подушка. Берем нашу основу, да. Может, мне помочь так же выкладывать? Можно я ложечкой. Да, конечно. Немножко тут. Ну, у нас есть салфеточка, чтобы придать блюду художественный вид. Сейчас сервис идет, сервис. Сейчас мы красиво оформим. Итак, наш салат с телячей вырезкой и моцареллой готов. Красота. Салат с вырезкой и моцареллой. Для приготовления салата необходимо хорошо пожарить мясо. Для этого посолите вырезку и обжаривайте на растительном масле вместе с давленным чесноком и тимьяном, постепенно его переворачивая. Добавьте к мясу сливочное масло и поливайте им мясо. Через 5 минут уберите мясо с огня и дайте ему немного отдохнуть. В этой же сковороде прогрейте два вида бальзамика и добавьте уже нарезанное мясо. Микс салат заправьте растительным маслом и оставьте немного для подачи. Перемешайте зелень, черри, мясо и заправьте бальзамическим соусом. На блюдо выложите салат, затем зелень и украсьте моцареллой. Приятного аппетита! Мы приготовили два замечательных рецепта. Сегодня у нас паста итальянская, ала норма и салат с моцареллой и говядиной. У нас гости никогда не уходят с пустыми руками. Для вас специально вот такой вот замечательный подарок от наших партнеров. Еще и подарок! Евразиян Фудс Корпорейшн со своими брендами «Три желания», «Шедевры», «Золотые горы». Вот такой замечательный подарок, который вам поможет приготовить вот такие вот блюда. Вот, пожалуйста. Это вам. Как приятно. А нашу группу поддержки я хотел бы позвать сюда. Все-таки это все готовилось сегодня не только для нас, но и для вас. И я хочу, чтобы вы тоже насладились и попробовали подходить сюда скорее. Паста не должна ждать гостя, гость должен ждать пасту, как говорится. Девочки будут пробовать, а я вам спою. Давайте, давайте, давайте споете. Я уже сама напрашиваю, так как артист не может уйти, не спев, поэтому девочки пусть наслаждаются, а я для вас и для наших телезрителей спою. Давайте проходите сюда. И начинайте пробовать, да. Мне кажется, это вот музыка, еда. А всем очень здорово. Спасибо большое вам. Спасибо большое за нотку музыки. И я хотел бы, вот вы поделились своим творчеством со мной. Теперь я хочу поделиться своим творчеством с вами. И попробуйте, пожалуйста, возьмите вилку. С удовольствием попробую. Можно я начну с мяса? Конечно, конечно. Как раз таки, наверное, всех интересует вкус мяса, так как все думают, сочное оно или нет. Спасибо огромное вам, спасибо огромное передаче «Магия кухни». И нашим телезрителям, которые оставляют свои хорошие отзывы на вашем портале. Спасибо большое. Готовьте эти блюда, угощайтесь. Зовите нас на передачу готовить. Обязательно. И пробовать, конечно же, наше замечательное блюдо. Удивляйте своих родных с замечательными рецептами. А с вами была «Магия кухни». Самое вкусное шоу страны. И я ее ведущий Ирина Хсавелли. До скорых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok Масло «Золотые горы». Настоящее, как обещали.